Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш цикл познавательных передач, в которых наши гости будут раскрывать интересные темы, касающиеся нашей с вами жизни и истории. Женщины с их природой данной качествами уверенно чувствуют себя в современной структуре. Они целеустремленны, уверены в себе, достойно реагируют на критику. Умеет оперативно переключаться с одной социальной роли руководитель деловая женщина на другую. Мама, жена, бабушка уверены в понимании помощи и поддержки со стороны. И сегодня мы узнаем, в чем наша героиня находит вдохновение для работы, что для нее важнее, семья или работа, в чем особенность менталитета наших женщин, обо всем этом и многом другом, мы поговорим с главным редактором журнала «Леди Босс», председателем общественной организации «Деловые женщины Абхазии» Юлией Гумба. Юля, здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти на нашу передачу. Мы очень рады вас видеть у нас. И я первый вопрос, конечно, про журнал. «Леди Босс» — первый глянцевый журнал в пространстве Абхазии. Как пришла идея его созданий? — Добрый вечер. Вика, большое спасибо за приглашение. Я смотрю все твои передачи и восхищена, на самом деле, вот как ты их ведешь. — Спасибо большое. Нам очень приятно. Это наша команда. — Что касается журнала «Леди Босс», это очень болезненный вопрос. В последнее время, к сожалению, как пришла идея. До журнала «Леди Босс» мы издавали простой бюллетень. Это был листочек с двух сторон, где было напечатано... Назывался этот бюллетень «Деловая женщина». Ну, что сподвигло вот издание этого бюллетеня? Послевоенное время, сложная экономическая ситуация. Мы знаем, что в основном женщины взвалили на себя все тяготы экономической жизни. Блокада, все это вместе взятое. И война откинула нас, не то что остановила, а откинула нас назад. Наши соседи, в частности Россия, уже вступили на рельсы рыночной экономики, а мы остались еще в том постсоветском пространстве. И женщины начали постепенно заниматься бизнесом. Если они в начале, после войны перевозили продукты, сельхозпродукты, завозили сюда потребительские товары для собственного потребления, то позже уже это переросло как-то вот уже в бизнес. То есть женщины стали заниматься бизнесом. Они привозили, продавали. Класс стал складываться. Да, потихонечку. И, ну, было сложно. Старые методы, вот эти управления, нет никакого обучения. Мы провели такое исследование во всех районах Абхазии вот на нужды и потребности женщин. Что нужно женщинам, вот чем им можно помочь. В общем, мы поняли, что прежде, что мы можем сделать, это информационная поддержка женщин. То есть они вели бизнес, но они не знали законы, они не знали, как зарегистрировать бизнес и так далее. И вот мы стали издавать этот бюллетень «Деловая женщина», где мы писали об этом, о том, как это нужно сделать. У нас... То есть вы их направляли, получается? Направляли, да. То есть работали, писали это юристы, писали это экономисты. И также мы уже умудрились там делать небольшие статьи о женщинах, которые вот какого-то успеха уже достигли в том вот бизнесе. Это вот был такой бюллетень. Затем мы поняли, что этого уже недостаточно. Нам нужно как-то расширяться. И мы вот решили издавать, попробовать сделать журнал. Ну, первоначально это был... Вот мне интересно, как вы работали над первыми выпусками? И вот на какую аудиторию рассчитан журнал? Над первым выпуском мы работали... Это сотрудники нашего офиса, нашей организации «Деловые женщины Абхазии». Значит, молодые девочки, только что закончившие вузы, экономисты, юристы. Мы сели, не привлекая даже журналистов, мы сели и вот продумали... То есть вы сами? Мы сами, да. Мы сами сделали этот журнал, его распечатывали на принтере. Два-три номера делалось так. А затем просто нам, как бы, наверное, повезло. В Абхазии появился журналист. Он жил раньше в Абхазии, его не было долго, появился журналист. Вадим Пузырев, может быть, вы слышали о таком. Он работал в лондонском издании. Вот он пришел к нам и даже узнал о нашем журнале, пришел и... То есть сам предложил условия? Он предложил, да, даже просто журналистам поработать, ему нужно было работать. Ну, когда мы увидели, что он просто был, ну, профи. Вот он нас научил делать этот глянцевый журнал. Он его делал много лет. Как-то вот с этого начался наш журнал. Спросила ты, на какую аудиторию рассчитан. Там на обложке журнала написано «Журнал для успешных женщин». Это не подразумевает, что журнал предназначен только для женщин. Конечно, нет. Он для широкой аудитории. Это молодежь, это обязательно и мужчины, потому что в журнале ведется, велось очень много различных рубрик. Очень интересных, кстати. Я помню, мы ждали, когда выйдет. Да, Вика, ты, да, ведущая. Я думаю, что журнал действительно был, с каждым разом он становился интереснее, потому что мы подключали уже профессионалов, работали уже, естественно, подключались наши журналисты. Юля, вот вы стали говорить о тех людях, которые работали. Как вы формировали редакционную команду? Я хочу, предваряя ваш ответ, сказать, что я очень рада и горжусь, что вы пригласили меня в этот журнал, вы даже писали обо мне. Расскажите, пожалуйста, об этом. Прежде всего мы смотрели на тех журналистов, которые работают в Абхазии. И сейчас даже уже трудно вспомнить. Мне кажется, это даже было спонтанно. Вот на личностных, личностные отношения. Читала как блогера Вику, читала. Значит, надо попросить Вику. Вика, ты можешь помочь в нашем журнале? Вот как я обратилась. Я с удовольствием делала. Розита, Розита Герман, вот так же, ну, вот знала, как она пишет. То есть это было вот на таких личностных. Вот, ну, нравился вот тот, кто нравился мне, нашей команде. Подача материала вам нравилась. Да, подача материала. И, кстати, вот как бы мы обращались к ним. Вот так, наверное, формировалась команда. Ну, там помимо журналистов, конечно, и фотографы, и фоторедакторы, то есть и технический редактор. Ну, там журнал, как бы, вроде журнал, один журнал, но команда очень большая работает над журналом. Да, и это очень трудно. Это трудоемкая работа, да. Я скажу для телезрителей, что 25 марта 2010 года в Москве состоялась торжественная церемония вручения международного знака общественного признания «Серебряный голубь». Юля, скажите, а как вы думаете, журнал «Леди Босс» достиг тех целей, которые он ставил перед собой? Лика, вот однозначно ответить на это невозможно. Вот перед, как бы, ставилась цель всегда, ну, каждый журнал, наверное, вот он имел свою цель, даже не одну, наверное. И мы приходили к достижению этой цели, не всегда, может быть, получалось, но затем ставилась новая цель к новому изданию уже. То есть, так отзначно сказать, что вот журнал издавался, цель поставлена была, выполнена, конечно, нет. То есть, каждый раз что-то хотелось большего, лучшего. Но я думаю, что, ну, насколько это возможно, мы справлялись. Ну, я хочу сказать, что да, потому что мы все ждали новый выпуск. Я все время его покупала, потом вы стали мне уже дарить. Спасибо, спасибо. И я хочу сказать, что мы очень скучаем, все скучают по этим вечерам. Леди Босс каждый декабрь собирались в Верцаху. Вот почему у Леди Босс затянулся перерыв в работе? Все одевались, это было такое знаковое событие. Женщины себя чувствовали таким уверенным, награждали их там. Я, Вика, вот вспоминаю все время, часто вспоминаю слова Сергея Васильевича Багапшу. Вот после первого нашего конкурса, когда он был супругой на этом конкурсе, и он после этого сказал, Юля, знаешь, это надо сделать национальным праздником. Вот я все время об этом вспоминаю. Это лучшее вот... Это всколыхнуло общество, я могу сказать. Ну, наверное, как-то вот имидж женщины, мы хотели показать имидж деловой женщины, мы хотели показать, что деловая женщина... Мы как-то привыкли видеть бизнес, даже не бизнес-леди, а предпринимательницу, женщина, которая занимается бизнесом, где-то бегает, что-то достает, привозит. И вот хотелось показать с другой стороны, то есть, какая она на самом деле. Я думаю, что вот этим конкурсом, ну, во-первых, и все-таки... У вас достойные женщины все были в конкурсе? Ну, я думаю, что женщин достойных гораздо больше мы не могли, как бы, охватить всех, но я очень надеюсь, что впереди еще у нас был небольшой перерыв. Ну, это все связано с определенными причинами, финансовые здесь, конечно, вот возможности. Вот, ну, я очень надеюсь, что мы и женщины обращаются очень, многие просят и говорят, вот мы поможем, мы поддержим, давайте возобновим эту работу. Ну, надеюсь. С удовольствием, с удовольствием. Всем ждем и все будем приходить на эти замечательные вечера. Юля, помимо того, что вы главный редактор журнала «Леди Босс», вы еще и председатель общественной организации «Деловые женщины Абхазии». Вы много работаете с женщинами в нашей стране. Как вы думаете, в чем особенность менталитета наших женщин? Вот, прежде чем издавать журнал, мы, конечно, начинали работать вот именно с женщинами. Мы начинали работать с женщинами и помогали им не только информационно. Мы организовывали поездки. У нас очень хорошие партнеры в Москве. Международная организация, общероссийская организация, лидеры мирового сообщества. У нас хорошие партнеры в Армении, у нас в Дубае хорошие партнеры, организация «Деловых женщин». И вот мы очень хотели показать, не только женщинам дать информационно, а чтобы они на практике это увидели. И мы выезжали, и очень много наших женщин выезжало на конференции, на деловые форумы. И мы были и в Дубае, и даже на Кубе. То, что были там в Москве, в Армении. Скажите, а наши женщины отличались от других? Вы знаете, что наши отличались. Да, вот мне интересно, особенность менталитета. Да, наши отличались. Наши женщины были, ну, пусть никто не обижается, на голову выше. Как это приятно слышать. Мы когда приехали на Кубу, и нас встречала организация, значит, «Деловые женщины Кубы», которую возглавляла, представителем которой велась дочь Фиделя Кастро. И мы привезли свой журнал, еще это были первые наши журналы. И лежали их журналы, но они когда посмотрели, они знали об Абхазии, то есть они знали, кто вот будет на этом форуме, то они уже, они так удивились, что в Абхазии издается такой журнал, глянцевый, вот, насколько вам сложно. Фиделя Кастро, дочка должна знать, он же бывал здесь. То есть наши женщины, они ни на сколько не уступают, а во многом они впереди, очень прогрессивные. Если говорить о менталитете, вот в наших женщинах, все-таки вот, если мы говорим о бизнес-леди, знаете, все равно видно, что на первом месте плане у них семья все равно. Вот, все равно семья. Вот, хотя семья, а потом уже бизнес, потом уже карьера, и даже в основном многие наши женщины ведут этот бизнес, вот, ради семьи, чтобы поддержать семью. Вот в этом, я думаю, что особенность. Вот, и я сейчас хочу вас спросить, вы общественный деятель, деловая женщина, мама, жена, бабушка. В чем источник вдохновения для вас? Можно вас сильной женщиной назвать? Сильно меня можно назвать, наверное. Ну, источник вдохновения, я думаю, вообще для любой женщины, это ее семья. И это люди, очень важно, люди, которые я окружают. Знаете, никогда я одна, и там несколько человек рядом, мы не смогли бы добиться того, вот, чего мы добились, что мы сделали. Это те женщины, которые стояли рядом со мной, которые всегда поддерживали меня, которые, и не только женщины, кстати, вот, которые шли, вот, нога в ногу вместе со мной. Я думаю, что это, вот, придавало мне силы и возможности, вот, ну, прийти к тому в сфере, вот, профессиональной деятельности, к чему я пришла. Развиваться дальше. Юля, я хочу спросить, а что для вас важнее, семья или работа? Что вы очень много времени отдаете общественной деятельности? Нет, конечно, семья на первом плане всегда, но, знаете, есть вещи, когда уже что-то неотделимо, вот, есть такая работа, например, тем, чем я занималась вот сейчас в последнее время, вот, то, чем я занималась. А чем вы занимались, Юля? В последнее время я вот в рамках, в Международном фонде АПСНА. Это благотворительная организация? Это благотворительная организация, да. Я там возглавляла социальный проект, курировала социальный проект. Это помощь детям, особенным детям. И вот практически 4 года, последние 4 года, я, знаете, у меня не было упущено, что я не занималась журналом, как в моей организации, вот, не занималась непосредственно деятельностью своей организации, но я, наверное, сделала больше, и я вот получила больше. Мы вот работали с детьми, это вот с реабилитационными центрами во всей Абхазии, детскими центрами. Мы работали именно с врачами из Армении, мы приглашали сюда врачей, возили детей на операцию туда, естественно, при поддержке мецената Сонера Гогуа. Это он возглавляет этот фонд? Он является президентом этого фонда, и он является одним из спонсоров. Вот со своим партнером Тимуром Логу, они сами и спонсируют этот фонд. То есть, и вот эти годы для меня были, это, конечно, очень-очень тяжелое время было, но вот сегодня мне позвонила, я не знаю, это не для этого, может быть, сегодня мне позвонила, живет в Цандрипше, Лобян Беня Перуза есть такая, у него девочка, у девочки были проблемы, Камила, красавица девочка, она позвонила и говорит, скажите, как Сонер? Камила, говорит, очень переживает. Вот как-то... Это так отрадно слышать, что люди откликаются, переживают за человека, который им сделал столько добра. Добра, да. То есть, надо, конечно, делать добро. Творить бескорыстно причем? Творить бескорыстно. И, к счастью, у нас много, вот у нас немало таких людей, которые это делают. Да, это... Юля, вот это, о чем вы все говорите, ваша деятельность, и благотворительная, и общественная, это все планы, как вы думаете? Как вам кажется, все они сбылись, намеченные? Намеченные планы, ну, как бы нет... Если можно это назвать. Да, 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 нет, многое не намечается, как-то все происходит и спонтанно, есть вещи, которые ты не можешь планировать, они есть, но по мере возможности, вот я стараюсь решать их с помощью людей, которые стоят рядом со мной, помогают мне в этом. Ваши единомышленники. Едемомышленники, да. Спасибо, что пришли на нашу передачу, спасибо за благотворную беседу, успехов вам! Спасибо, Вика, большое, что нашла время, и много достойных людей, которых ты могла бы взять, с кем побеседовать могла бы, но спасибо, что пригласила меня. Нам очень приятно. Проблема полной реализации своих способностей в достижении жизненных целей может быть решена только сильной духом женщины, которая не уступает своим принципам и умеет сочетать качество настоящего лидера. Сильный характер, профессионализм, инициатива с традиционно женскими ценностями, такими как чуткость, гуманность, гибкость, практичность, что и делает их настоящим руководителем, таким, как наша героиня. А мы прощаемся с вами.